Вот раньше, в прежней нашей жизни, это называлось органы. Теперь это называются силовики. И они объединяют очень много разных составляющих. Вот, например, кто такие, говорят, это ФСБ, организовали вот такую замечательную, с демократическими какими-то лозунгами, такую для молодежи приманку, называется новое величие. Молодые ребята туда кинулись, поймались, и после этого было немедленно, были арестованы. Вот это что это такое? Это такие подлости, как вот этому Аюбу Титееву подложить наркотики. Это подкладывать наркотики. Но с молодежью это делать нельзя. Это делать нельзя, потому что у меня лично любая провокация, на которую я попадалась, я теперь уже никогда не попадусь. Потому что я знаю, чем это пахнет, и как выглядят вот эти вот манки провокаторов. Еще одна вещь. Я, то, что я читаю, подробная запись о том, какие пытки, какое разнообразие, и какая у них разная совершенно прибамбасы, как это делается в наших тюрьмах. Вот тут волосы дыбом истают. И кажется, что мы опять вернулись туда, туда, где вот эти вот страшные концлагеря. Я уже знаю разнообразие этих пыток. Но все-таки у нас другой век. Нам молчать нельзя, потому что любой из нас может стать жертвой или провокаторов, или вот еще мерзость, какая мне по телевизору показывают, как пранкеры пользуются своим умением притворяться какими-то порядочными людьми, и как они могут, и как они работают. Но это же страшное дело. Еще с такой гордостью это делается. Я не знаю. Я не знаю. У меня руки опускаются. Я не знаю, как нам надо выходить из этого дерьма. Я не знаю. Мне кажется, что вот такие митинги на 5-6 тысяч, они ничего не дают. Это надо, как армяне, выходить всем. Всем выходить на улицу. Весь мир должен озвереть. Вот тут нужен экстремизм. По отношению к провокаторам. По отношению к органам. По отношению к судебному беспределу. Не могу не сказать про Олега Сенцова. И тех граждан Украины, которые сейчас сидят. Один террорист, другой террорист. Третий еще на чем-то попался. Еще на чем-то. Но ведь мы же умеем читать. И эти судебный беспредел, который творится по заказу. Мы же все время после каждого суда мы говорим, кто заказал Щекочихина, кто заказал Аню Политковскую, кто заказал Истемирову, кто заказал Аюба Титиева, кто заказал Борю Немцова. Кто? Кто делает заказ? Мы примерно знаем, но нужны имена. Нужны имена, нужны фамилии. И мы их никогда не узнаем. Беда. Беда. Первое, что мы можем сделать, это выйти на проспект Сахарова. Вот 10 числа в час дня надо выходить. Только если мало нас придет, то это мертвому припарки. Нужно, чтобы очень много было людей, у которых душа болит, что там Сенцов, по-моему, 24 дня уже голодает, что гниют в тюрьмах люди и их пытают. А у меня боль, что ни с того, ни с сего пошел. Так кто заказал деятелей культуры? Кто? Почему мой любимый режиссер Кирилл Серебренников? Понимаете, повязали. Сидит дома, за дверью. Не может работать. Трудоголик при этом. При этом талант в расцвете сил. Почему Малобродский? В чем он виноват? В чем? Давайте выйдем на митинг. Ну, все, что мы можем, это говорить. Говорить. Мы не можем поджигать, мы не можем драться нагайками, как эти полуказаки, полухулиганы, полу вообще бандиты. Мы не можем. Мы можем только говорить. Давайте скажем.